У тебя разные спандеры, у тебя там динамометры, да? Да, тут всякие. Да, давай еще посмотрим, попробуем, похвастаешься своими результатами. На основе весов, поэтому тут классические килограммы. 153,9. Пожалуйста. Люди есть, кто там, хотят предплечье, хотят хват. Вот что ты посоветуешь? Кисть чуть-чуть у нас свисает, мы отпускаем. Секретные штуки, которые вы, наверное, мало где увидите. У тебя нормально тут подушечки? Ну, я же говорю, нормально, да, подкачал. Проигравший, тому он берет драники. Мы в Беларуси, но поэтому тут... А смотришь, задраники бубьются как? Очень серьезно. Терпеть, 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 терпеть. Начинаю чуть подтягиваться, и просто у меня руки разъезжаются, я на жопу, прикинь. Всем привет, друзья, товарищи. И вы снова на канале Денис Словк. И, ребят, я продолжаю свое турне по Республике Беларусь. И следующая остановка, это опять город Бобруйск. И мы приехали к дому из сильнейших хватов. В мире, Никите Юрковцов. Здорово. Здорово. Я тут не один к тебе пожаловал, а с командой, с одноклубником своим по футболу из чисто Питера команды. Вара. Никита. Игорь. Приятно. Олег. Сразу, да, показал, обозначился, да? Че к чему? Че, нормально, понимаешь? Рабачий, да? У тебя разные спандеры, у тебя там динамометры. Да, из всяких прикольных штук. Где там можно проверять силу, сколько все в цифрах, все официально, то есть никого не обманешь. Ты что не проверишь? Да, давай еще посмотрим, попробуем, похвастаешься своими результатами. Пацаны попробуют, я попробую. Давай с мировых рекордов начнем. Че у тебя, какие мировые рекорды, че есть за плечами? Есть много рекордов именно по армлифтингу, да, но, естественно, мне принадлежат все рекорды Белоруссии. Армлифтинг, ребят, это вот как штангу тянуть, только, да, правильно? Да, куча всяких снарядов, да, на который подъем на силу хвата именно. Снарядов там много, дисциплий много, там, наверное, 6 основных движений. Твое основное, твое движение лучшее вот именно в армлифтинге? Аксели роллинг люблю. Ну, это, наверное, самое известное, да, с них начинался армлифтинг, и это, наверное, основные такие движухи, которые знакомы всем. Это толстый гриф, сколько, 50-60 миллиметров, да? 50 миллиметров, ну, я думаю... И роллинг это 60-миллиметровая крутящаяся ручка, которая вращается. Сколько у тебя на акселе рекорд? 215 лучше. 215. Самый лучший, да. Вес твой? На тот момент, когда 215, я ну, где-то, ну, меньше 120, 116, 117, сейчас 120, 122 где-то так же. Я понял, и на ручке? Сколько? 985, мне принадлежит рекорд здесь у нас в Беларуси, на соревнованиях, и сотку в зале у себя здесь поднимал. То есть в армлинфинге огромное количество, ну, даже не имеет смысла, надо все это перечислять, да, и по таким движухам, которые сейчас, наверное, очень популярны, известны, это эспандеры и динамометры, да, наверняка все видели вот этот динамометр, да, ГМ-150. Сколько у тебя тут? 162. Окей, смотри, это все хорошо. Как ты развиваешь хват? Прихожу, делаю какие-то базовые качковские движения, там, приседания, жим лежа. Ну, то есть стандартные. Да, база, база, и параллельно, вот, между этими подходами, жму динамометр, закрываю эспандеры, либо поднимаю снаряды из армлифта. Все. Что-то там ты сжимаешь, там, намного такого нет, да? Намного нет, это просто разовые, тяжелые подходы. По сути, ты работаешь на этих же снарядах? Исключительно. Люди есть, кто там, хотят предплечье, хотят хват. Да. Вот что ты посоветуешь? Ну, вот возьмем там пацанов, вот, которые, да, со мной, там, вот, сразу там приобрести такое и работать, или вот можно чем-то выкрутиться в зале? Мир хвата, мир хвата очень сильно многообразен, и нужно определиться, чего именно вы хотите. Вы хотите иметь либо сильные предплечья, да, то есть закрывать тяжелые эспандеры, поднимать какие-то большие веса на специализированных снарядах, иметь крепкие пальцы, либо же вы хотите накачать большие гипертрофированные предплечья, да? То есть тренировки будут отличаться. Не обязательно иметь какие-то огромные предплечья, чтобы быть сильными. Вот, я хотел тебя спросить, то есть не обязательно там сжимать, чтобы у тебя там, ну, тебя должна здесь, да? Нет, чтобы была такая клюшка. Клюшка нарабатывается совершенно другими вещами, то есть это уже другие тренировки, потому что мышцы предплечья состоят из много других, мелких мышц. По сути, как бодибилдинг, да? Да, как бодибилдинг, именно, да, именно, то есть специфика очень похожа, бодибилдинг и пауэрлифтинг, да, то есть и тут то же самое, вот сгибание со штангой лежа, сгибание с гантелями, то есть много всяких упражнений. А вот это, знаешь, там в машине ездят или просто ходят, там эспандер небольшой возьмут и постоянно сжимают, рабочая тема? Да, любое действие лучше всякое объяснить, на какой-то определенный уровень это поможет подняться, конечно, чтобы двигаться постоянно и планомерно, нужно постоянно что-то улучшать, добавлять, там нагрузку увеличивать, да, то есть и какие-то другие упражнения добавлять, но даже для начала подойдет и так. ТОП-3 по твоей версии в упражнении на хват, вот для человека, обывателя, который пришел, просто хочет развитый хват. Погнали, попробуем сделать, это, конечно, достаточно сложно сделать, потому что существуют разные виды хвата, да, и каждый по-своему прорабатывается. На третье место кистевой спандер, да, это то, что, ну, практически любой парень может даже подросток себе приобрести, да, вещи, есть китайские спандеры, они очень бюджетные, и это нам поможет проработать сдавливающий хват, да, потом из общедоступных, которые можно в зале проработать, это становая тяга прямым хватом, то есть не разнохватом, да, обычным хватом, не в замок, внахлёст, можно еще обезьянным хватом, когда все, да, но, опять же, это при условии, что техника у нас поставлена, и мы себе не навредим никак физически, да, ну, и третье упражнение, там, сгибание со штангой или с гантелей лежа, чтобы кисть укрепить, это тоже поможет развить. Подожди, не понял, давай покажем. Давай попробуем, мне не очень нравится, потому что не у всех есть мобильность кисти, и многим это упражнение окажется дискомфортным, это вот уже, да, кстати, из секретного, да. То есть мы берем гантелечку, посерединке находим, ладонь закладываем, собираем все это в армюслерский угол, кисть чуть-чуть у нас свисает, мы отпускаем и закручиваем, фиксируем. Все, вдох, выдох, и вот работаем, оп, дальше. Смотри, окей, вот это мы сделали, а чем отличается от сгибания со штангой? Да, да, да. Во-первых, больше специализировано по дарм, то есть мы находимся вот в этом рабочем угле, и это упражнение, в отличие от сгибания со штангой, не приносит никакого дискомфорта. То есть я же говорю, у меня есть проблемы с мобильностью кисти, там побаливает кисть, и я не могу делать сгибания со штангой сидя. А вот это упражнение очень комфортно. Это первый вариантик, и второй вариантик можно то же самое делать в блоке уже с весом там тоже. Секретные штуки, которые вы, наверное, мало где увидите. Поднимаем скамеечку, максимально высоко здесь уравним, все, все, скамеечку упираем, опускаем на уровень. Лучше, конечно, это еще делать специализированной ременной рукояткой, если такая есть, она вообще очень хорошо подгрузит кисть. Но если ее нету, подойдет и такая. То есть берем рукояточку, упираемся в скамеечку, вот, тоже угол, кисть отдали, закрутили, зафиксировали, отдали, закрутили, зафиксировали. И вот так вот работаем. Вот эти упражнения помогут вам и предплечье в объеме увеличить, и сделать сильными ваши кисти. Да, у тебя нормально тут подушечки. Ну я же говорю, нормально, да, подкачал. Ну что, пойдем попробуем? Давай. Чего-нибудь? Давай. Как мы знаем, там любая дисциплина, есть какие-то технические особенности. Да. Технический нюанс тут есть? Очень много. Или тут просто вот играет роль, как ты сжал? Нет, огромное количество, говорю, всяких нюансов, мулек и фишек. И всех их тоже надо знать и изучать. Очень важно правильно технически устанавливать эспандеры, да. Очень важно правильно технически найти свое расстояние в динамометрах, и как устанавливать, сжать во всех этих штуках, особенно которые сейчас выпускаются. То есть тут расстояние регулируется, да, и нужно правильно найти свое расстояние, потому что у нас три вида фалангов, и у каждого у кого-то нижнее сильнее, у кого-то среднее, у кого-то верхнее. Важно подобрать именно под себя. Здесь у меня советский динамометр есть, вот здесь ничего не регулируется, тут уже, да, как вложили, жали и все. Тут как бы ничего не подрегулируется. Советские, ты не обманешь Я думаю, вот это у меня машина Самая большая Наверное, это самая известная и популярная Мне кажется, просто знаешь, чем она Максимально понятна На основе весов, поэтому тут классические килограммы Даже если мы захотим проверить, подвесим сюда пояс Каким-то весом, нам покажет вес один к одному Первый момент, подсказка Все тренировки с хватом обязательно должны Проходить с использованием магнезии Давай, пацаны, вы будете сегодня Как эти, я буду после вас заходить Вы ехали столь дорогу Вы должны сегодня опробовать все прелести Ребятушки, и пока парни готовятся К дальнейшей зарубе, у меня Выдалась минутка для полезной информации Ребятушки, я уже не раз говорил Что для того, чтобы привести себя в форму Одной физической нагрузки недостаточно Огромную роль играет Правильное питание, а также Биологически активные добавки В пище, и сегодня я хочу вам Рассказать об одном крутом продукте Капсулы для снижения веса Фатбернер Дневные и ночные Капсулы имеют натуральный сбалансированный состав Прошедший полную сертификацию в России Капсулы эффектно ускоряют обмен веществ Помогают похудеть без вреда для здоровья Положительно влияет на работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой системы Нормализует сон Поэтому мой вам совет Худейте правильно и натурально И для заказа, ребят, переходите по ссылочке в описании этого видео И еще раз повторюсь Худей правильно и натурально Сфатбернер Смотрите, попробую Конечно, все это индивидуально Но попробую общую тематику, нюансы объяснить То есть на линию сгиба ладони сюда верхнюю Ложим, пальчик большой натянули То есть создали упор По нижней фаланге накинули Кулачок закрыли крепко И жмем Жмем вперед, вниз, куда удобно Сейчас посмотрим, у кого хват сильнее, у футболиста или гимнаста Ваши ставки, господа Никтос, ты на кого ставишь? Очень интересно Визуально, конечно, должен больше сделать вот этот парень Но почему-то мне что-то подсказывает Чуйка, да? Да Чуйка, что это? Да, я смотрю, как бы, руки у него, да Развиты, хорошо Пробуем Не попробуем, не узнаем Не надо сбрасывать Просто жми Вторую руку убирай Пальцы съехали сразу Пальцы съехали сразу Вот видишь как? И получилось у нас 56 килограмм, 600 грамм Вот Вот Технически уже лучше исполнил И сразу прибавил Я слышу, что у этого лапа-то побольше 61 килограмм, 750 грамм Давай, весь Питер за тебя Нет, плохо что-то взял Плохо взял, ну давай Ты просто нервничал, братан Спокойно Это в Лиге Чемпионов так и нервничал О, ха-ха-ха Че? Смайка А, крайне интересно получилось Один в один практически Там разница может 50 грамм Сейчас ты? Да, да, да Давай Раз Два Нет Дым гораздо получше На 17 килограмм поболее Блядь, ну че я до 80 Надо жму сейчас, да, еще разок сделаю Смотри, чаще всего результаты в хвате улучшаются Когда мы делаем это во время выполнения Каких-то тяжелых физических упражнений То есть если мы делаем тяжелый жим лежа Или тяжелый присед Между подходами идем и жмем динамометр Результат будет лучше, чем просто это выполнять на холодную Ну да, да, да Это уже проверенный факт Давай просто ради интереса Я еще разжиману Давай Просто уже для видео, на камеру, для вас Что, 160 есть? 153,9 Сегодня делал 160,2 Так, а может быть мне чуть-чуть под расширить, че думаешь? Да, Аль, как тебе комфортно? Дай попробуй, давай под расширю Давай чуть под расширим на виточек О, пожалуйста Хорошо 82,60 Это уже достаточно неплохой результат Такой результат сходу выдают либо достаточно одаренные ребята Либо те, кто тренируется, то есть физически развитые Блядь, ты делаешь, знаешь, ты вроде просто сжал А по предплечью так прибивает Связки грузит Типа да, ты чувствуешь сразу, знаешь, такой момент Давай сразу, раз уже мы коснулись темы динамометров, пожмем еще вот такой советский вариантик А в чем разница, расскажи Здесь единицы измерения немножко другие Здесь дека ньютоны У нас единицы измерения Здесь просто килограммы, здесь дека ньютоны Ну и принцип действия Здесь как весы, а здесь плоскопружины получается Воздействие на пружину Из-за этого там вот восходит, переводит пружина всех килограмм Ну, суть по механике та же самая Ну, сжимаем просто, да Сколько у тебя тут рекорд? Я кладу стрелочку, ну, то есть вот на нуле Стрелочка И сейчас мы просто ее не увидим Вот она спряталась в обратную сторону Давай, Олежек Бля, положил тоже практически По полам Очень интересный, кстати, момент У него результат абсолютно совпал с другим динамометром Как бы чаще всего здесь показывают меньше А у него те же... Вара, раунд два 62 килограмма Вара, ну-ка давай Там даже что-то щелкнуло Ну? Выполнение там Ты там должен хорошо на 90 сжать Ну, вот я чувствую, что там Типа вот, ну вот в районе Не больше, но вот в районе 90 Я думаю, там Судя по результату здесь на ДРП Ты там должен гораздо больше ждать Потому что, говорю, результат на ДРП Больше обычно показывает, чем вот Точнее, результат на ДРП меньше, чем на динамометре ГМ Так, вот Тут у тебя вот еще тоже такая вот интересная Это очень интересная штучка Это Омега и Китмент Ребята из Италии Производят спортивное оборудование И написали, связали со мной Чтобы прислать мне эту штучку И чтобы я там нафигачив им рекорд Что у нас здесь? Измеряет он в ньютонах на метр Конечно, вряд ли это вам о чем-то скажет Но просто, короче Все равно все жмут в одинаковых единицах измерения Смысл в том, что просто мы берем Одной рукой здесь под низ Другой вверх И просто как закручиваем Не раскручиваем кисти, а именно закручиваем То есть к себе выполняем То есть, ну, примерно вот так вот это выглядит И я пока нажал на абсолютный рекорд Мировой У меня 32 ньютона на метр До этого рекорд был у польского стронга Матеуша Клешковского 30,7 У тебя сколько? 32 32,3 Чтобы вы понимали Матеуш, это очень крутой чувак Я выиграл World Strongest Man Это самый сильный человек планеты Это прям космический уровень Эй, Никитос, ты сломал тренажер 30,4 ньютона на метр Ты вот раскручиваешься ноль и закручивал Ну, все равно Да, не очень приятное ощущение 14,1 ньютона на метр Сколько? 14,1 Здесь основной момент играет сила сгибателя кисти И плюс сила пальца Потому что ручка достаточно широкая Тоже, наверное, здесь сколько? Здесь на 60 миллиметров рукоять И поэтому Эта штука была у многих Сильных топовых армрестлеров Но результаты мне показывали не очень высокие Потому что чаще всего У армрестлеров очень сильная кисть Но не хватает пальцев А тут важно именно, чтобы Союз сильной кисти и сильных пальцев Ну, как раз таки попала под меня Вот так вот его в носку Тяжелая Да, она тяжелая 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 Относительно футбольного мяча Да, но тяжелее будет О! Да ты не ломай ее Чего ты крути? Хорошо, хорошо Здесь у нас с заветным Заметным преимуществом Побеждает футболист 16,2 1-1 Ничья 1-1 Победа Победа Испандеры покажут нам, да? Победители Ну, что твой прогноз? Я думаю, что по двадцаточку Сука, нихуя ты угадал Четко попал Ну, это опыт Это опыт и статистика Наверное, самая сложная часть Испандеры, да? Потому что здесь очень важно Именно техническое исполнение Правильная установка Испандера, да? То есть, берем Одной рукой Вторая никак не участвует Берем и закрываем, да? И дальше уже пошли Различные виды установки То есть, разного расстояния Закрываем там С картой Или из блоков разных размеров Вот Положил на линию сгиба На первую Пальцем же Этой же руки Большим придержал Второй рукой Большим пальцем Придавил туда вовнутрь Чтобы никуда не сполз Кручка должна лежать Вот посередине мизинца На уровне середины мизинца, да? Все Здесь щепочком таким сделал Подтянул Пальчики накинул Закрыл Ручка, видишь, где находится На середине мизинца Чтобы максимально По законам физики Рычаг увеличить То есть, мы даже видишь Как он это нежно делает Вот Ну Закрыл Хорошо Даже Не с идеальной техникой Но закрыл Давай Я думал, знаешь Сразу такой вабанк Пошел С этого Да, да Говорит, я с этого Ночной Расскажи, как По килограммам Есть у него какое-то обозначение У них Да, на них всех есть бирочки У меня есть специальный Калибровочный станок Который показывает их Реальную нагрузку А, мерит он по концам рукоятки Да Вот это 29 килограмм 29 килограмм Ну, сейчас пальцами Давай Закрыл Вот туда Оп Щелкнул Хорошо Давай, второе, пацаны Да Капитанов крэш номер один Это уже 34 килограмма А это был Капитанов крэш Сколько? 0,5 Здесь уже 34 килограмма То есть пальцы эти Видишь, как высоко лежат Там еще мизинь залазить Большой палец натягивай Во Ну Оп Скатился, ну Не, ну не было, Олег Ну не было Давай, у вас заруба, Олег Тут должно все по чесноку быть Ну Ну Не, Олег Не, не, не Давай тут А то вар сейчас вар там включит И скажет Вы меня тут Ну отдохни Дай ему сделать Дай ему сделать Отдохни Щелчка не слышно Это чисто технический косяк То есть, пандо просто вот Сползает Ну здесь закрыл Закрыл, 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 закрыл 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 Савчик Нормально поэтому? Да, вроде да О, тут прям щелчок было слышно Слушай, я знаю Есть там сертификаты Там дают, да? Ты когда закрываешь Да Что дают они? Финансовой составляющей В этом никакой нет Не знаю Любое дело Можно монетизировать Если Я понимаю Я просто Я видел, что там сертификаты Именно, условно говоря Там закрой капитанов Крэш получишь Там тысячи долларов Ну такого нет Давай Делай красиво Оп Ну там очень близко было Ну что, засчитаем? Давай засчитаем Давай засчитаем Ладно Главное, чтобы у нас Футболист с полторашечкой Он, кстати, ходил Тренировался Смотри, пока мы А ты взял, да? Да, он взял полторашечку Да Полторашечка у него уже в руках Ну давай Это уже кок полтора 38 килограмм 38 крепких белорусских килограмм От От А там уже Пару миллиметриков Не хватило Пару миллиметриков Не хватило Ну Дэн просто сплюснул Просто сплюснул, Дэн Давай Гимнастр Попробуем У нас, судя по всему Намечается боевая ничья Ну да Вот И примерно так же Съезжать Ну это надо научиться У меня мизинец, да, везде Во всех этих То есть это нужно Поработать немножко Пощупать Нет, ничего у нас не может быть Никитос Ты должен придумать им Движение Бонусное Чтобы выяснить Победителя Это капитанов крэш номер 2 46 килограмм Это уже весьма неплохой уровень Весьма неплохой По идее я должен закончить на нем Ну где-то да Ну вот Там очень близко Миллиметрик там был Ну вот как я и сказал Если прям научиться Подустанавливать Поглубже Ну давай на контрасте Просто Сразу вот это дашь Давай вот у меня Четерочка тут есть Это типа топ 88 Больше нету больше Нет, бывает больше Ну просто сегодня Прихватил Я понял И попробуем Просто сейчас Ее А ты его прожимаешь Да там еще Это В конце Ну потому что Производство металл Где-то более закален Где-то менее закален То есть Ну это уже Очень серьезный уровень Очень серьезный То есть Такой результат Ну единицы дойдут До такого уровня Прям чтобы еще на количество Его закрывать Сходу Никитош Ну и надо довести Дело до конца У пацанов Решить Ничья Надо тебе Бонус Упражнение от тебя Чтоб выявить Кто же все-таки Футболисты Или гимнаст Да Есть интересный моментик Сейчас мы проверяли силу А сейчас проверим Насколько Вынослив их ват Он крутится Крутящийся турничок 40 миллиметров Ну чего же 42 миллиметра Как в парке сейчас Короче Но только без штуки Да Если провисите Минуту провисите Но штуку не получите Ладно Давайте так Вот сейчас заруба На драники Вот из вас Кто Кто выигрывает Проигравший Тому берет драники Мы в Беларуси Ну поэтому тут Ну само по себе Напрашивается Ну как только Ты ноги отрываешь Я запускаю время Оп 15 секунд Я лучше на этом висел Минуту 10 наверное 40 Уверенно идет Задраники Бубьется как Очень серьезно 3 2 1 Минута Хорошо Минута 2 Короче У меня знаешь Какая история была С таким турником Иду я лет 10 назад Наверное на Крестовском Друг у меня приехал С Москвы И короче Ну знаешь Там за 1000 рублей Ты висишь Да Я такой давай Все иду Прикинь Не помню Полторы минуты По моему надо провисеть Короче мне остается Минута Хоть 10 секунд Я такой знаешь Я думаю Уверенно в принципе Ну как бы Начинаю чуть-чуть Слезать руки Но В целом уверенно Я думаю Сейчас знаешь Такой Подтянусь И перехвачусь Начинаю чуть подтягиваться И просто У меня руки Разъезжаются И я на жопу Прикинь А там людей много Я стою такой Мне так было Не по себе Просто в этот момент Неприятненькая ситуация Да И у меня вот такое Неприятное впечатление Что на него ставишь Все думаешь В копилке у него драники Я думаю что да 90% Вар Убивают тебя Судя по габаритам Это был подход за драники Разница в весе между парнями Достаточно существенная Я думаю Вар попал на драники Пока держишь хорошо Молодец Терпеть 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 Ай-яй-яй-яй Держать 49 49 секунд Ну ничего Красавчик Это очень хороший результат Спасибо тебе огромное Да пожалуйста Спасибо вам Что приехали Красавец Прибавляешь Добавляешь Ну работаем Развиваешь Бобруйск Видишь все Нет Я к Жеке говорю Вы красавцы вообще Считаю Вот вы вот этой своей Медийностью Своими действиями К вам сюда приезжают Освещают город Ну то есть Ну это прям круто Прямо Согласен Стараемся Работаем Всем спасибо Дальше Больше Работаем